Грузооборот проекта «Шелковый путь», в котором участвует Карельская таможня, постоянно растет. Так, в 2015 году из Финляндии в Китай через станцию Верцеля проследовало 7 железнодорожных составов, а уже в 2017-м – 26. Такой рост радует карельских таможенников и дает надежду на то, что железнодорожный пункт пропуска наконец реконструируют. Сейчас в этом заинтересованы и Россия, и Финляндия. Подробнее расскажет Светлана Воробьева. Контейнерный поезд из Финляндии по расписанию прибывает на станцию Верцеля. На 40 платформах по два контейнера, итого 80 огромных емкостей с целлюлозой. Это 68-й контейнерный поезд, который прибыл на станцию Верцеля из Финляндии. Далее он отправится через Россию и Казахстан в Китай. В конечной точке он будет уже через полторы недели. По прибытии поезда начинается его проверка технического состояния, пограничный и таможенный контроль. Сотрудники таможенного поста проверяют целостность пломб на каждом контейнере, служебные собаки, наличие запрещенных веществ. В контейнерах тюки с целлюлозой. Раньше такой груз из Финляндии в Китай шёл по воде. Полтора месяца и целый список рисков. От погодных условий до морских пиратов. Стороны приняли решение изменить логистическую схему по железной дороге через Россию и Казахстан. Немного дороже, но быстрее и надёжнее. Так в мае 2015-го стартовал проект «Шёлковый путь». Это важно, наверное, не столько для карельской таможни, сколько для республики Карелия, которая имеет такое замечательное месторасположение, как у границы. Чем больше транспортных потоков будет идти через нашу территорию, тем лучше развивается станция. Будем надеяться, станция будет развиваться, станция каких-то грузов. Пока их нет, но мы надеемся, что они будут. Поначалу полное таможенное оформление контейнерного поезда занимало более 10 часов. Сейчас в разы меньше, благодаря тому, что карельская таможня участвует в эксперименте по внедрению электронного документа оборота. Данный эксперимент позволил существенно сократить время совершения таможенных операций. Так, на оформление одной транзитной декларации затрачивается от 8 до 12 минут. А на оформление целиком состава контейнерного поезда от момента его прибытия на станцию Верцеля до получения разрешения на его убытие и после совершения всех видов таможенного контроля затрачивается от 5 до 6 часов. Документы поступают на таможенный пункт по электронной почте еще до прибытия поезда на станцию. Специалисты их проверяют и отправляются встречать состав. За неделю оформляют 2-3 контейнерных поезда Финляндия-Китай. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова